Сегодня у нас 527-й регулярный выпуск «Открытые политики», и, конечно же, мы могли сделать так много этих выпусков только благодаря вашей поддержке, потому не забывайте подписываться на наш канал, не забывайте ставить лайки, писать комментарии и помогать каналу материально. Помочь нам можно, к сожалению, единственным способом, перечисляя деньги на расчетный счет, который мы указываем в каждом нашем выпуске и в описании под каждым нашим видео. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ярких, грандиозных событий в жизни дорогого Радио Фаритовича на минувшей неделе практически не было, потому вступительное слово пришлось, как говорится, собирать с миру по нитке. Ну, вспомнил опять про почетный караул около монумента Шеймуратову. Причем Хабиров, рассказывая о том, что этот караул уже начал действовать, напомню, в течение одного часа и только по субботам, Хабиров как-то так очень трогательно заявил, во-первых, это правильно. То есть, ну, очевидно, оправдывая вот эту нелепую затею, Хабиров вот так вот это сформулировал. Потом зачем-то вспомнил о том, как в Петербурге ему разрешили пальнуть из пушки Петропавловской крепости. Вообще вот эта вот ритуализация обыденности, она очень свойственна тем режимам, которые, ну, держатся на каких-то эфемерных основах. И вот мы начинаем учреждать, возрождать какие-то вот эти вот старые истории. Мне почему-то вспомнилось, как в моем детстве в парке Якутова около вот этого Вечного Огня тоже стояли пионеры с деревянными автоматами, это тоже был вот такой вот караул. Быстро все кончилось, караула нет даже у Мавзолея Ленина, и вот теперь мы снова и снова начинаем вот эти старые костыли восстанавливать. Ну, посмотрим, как долго продержится караул Хабирова. В любом случае, он очень им гордится. Далее Хабиров заговорил про минувшее первое сентября, и чтобы пресечь всякие разговоры о том, что школы не готовы, что линейки прошли как-то очень странно и даже, я бы сказал, скандально, Хабиров сразу же заявил, что большое всем спасибо, все получилось очень хорошо. Вот эта новая стилистика, декларировать свои успехи, чтобы никто не вздумал их оспорить, вот он сразу же заявляет, так, все было отлично, все, 1 сентября прошло на отлично. Поблагодарил Хажина, значит, многократное большое спасибо, и поехали дальше. Вспомнили про 11-й фестиваль «Молочная страна», который в этом году прошел на набережной реки Белой. Башкирские власти в целом и городские власти Уфы мучительно пытаются заполнить это бетонное пространство хоть чем-нибудь. Мавлиев нам, помнится, обещал туда поставить колесо обозрения, не поставил, потом пообещал какие-то аттракционы, насытить это все каким-то общепитом и так далее, ничего этого не случилось. Ну вот теперь «Молочная страна». По сути, 11-й фестиваль «Молочная страна» превратился в обыкновенную ярмарку-продажу, и, как сказал Хабиров, старики с котомками туда прибыли. Надо отметить, что безобразно было все устроено с точки зрения парковки. Люди километр-полтора были вынуждены идти, ну, как Хабиров отметил, с котомками, чтобы купить там подешевле творожок или маслица. Ну, собственно, вот такие вот у нас фестивали. Упомянут был и уфимский марафон, который пробежался у нас по Уфе в минувшие выходные. 7 тысяч участников Хабиров поставил задачу, чтобы в следующий раз было 10 тысяч участников. Много о марафоне не говорили. Ну, и, видимо, понимая, что как-то коротковато и пустовато вступление получается, Хабиров упомянул об своей рыбацкой удаче, и что в минувшие выходные, видимо, человек действительно нормально отдыхал, не тусил, не балдел, поехал с ребенком на водоем и поймал там щуку. Был очень этим горд. В принципе, нормальная такая человеческая радость. Впервые и, видимо, в последний раз Хабиров упомянул выборы. Напомню, в ближайшее воскресенье, менее чем через неделю, у нас выборы в госсобрание Курултай Республики Башкортостан. На всех оперативках последних месяцев выборы не обсуждались вообще никак. И в этот раз Хабиров как-то вскользь упомянул, дескать, нужно обеспечить право волеизъявления народа и тара-та-та, и 3200 у нас избирательных участков. Характерно, я отмечаю отдельно, что про выборы вообще говорить теперь у нас не принято. Это что-то такое постыдное, о чем мы говорить не будем. Пускай они пройдут. Мы уже решили, как они пройдут, и говорить об этом не будем. Не агитировать, не убеждать, не напоминать тем более тем, кто может с возмущением прийти. Лучше уж, как говорится, пускай никто не приходит. А мы потом все нарисуем. Тенденция вообще не говорить о проблемах на оперативном совещании, судя по всему, стала магистральной. Потому что, слушая доклады министров, я не понимаю, зачем вообще они выходят на трибуны, и вообще зачем их нам показывают. Министр здравоохранения Рахматуллин сообщил о том, что ситуация с ковидом у нас спокойная. Видимо, не настолько спокойная, чтобы формально отменить формальные ограничения для граждан в связи с ковидом, которые, напомню, все равно у нас действуют. Эти ограничения очень удобны тем, что в каком-то экстремальном случае, например, где-нибудь в каком-то селе Подольском или где-нибудь еще, можно будет запретить любые массовые мероприятия, которые граждане пожелают провести. Ну, впрочем, эти ограничения никак не препятствуют проводить любимые форумы. Далее выпустили министра ЖКХ госпожу Голованову, которая, ну, наверное, уж теперь настоящий министр. Хотя она все время была с приставкой ИО. И Ирина Александровна рассказала нам о том, что в системе ЖКХ все прекрасно. Несмотря на семь аварий свыше восьми часов, из которых шесть были в Уфе, все нормально, еще было 20 аварий, чуть меньше восьми часов, и отключили 164 многоквартирных дома от воды, газа, света или каких-то иных благ, и все равно все нормально, как говорит Радий Фаридович, ровно. Традиционно госпожа Голованова умалчивает, например, о том, что в августе-сентябре в очень многих многоквартирных домах горячую воду отключали дважды, причем каждый раз на две или более недель. Отключали, как она выражается планово. Но, тем не менее, суммарно во многих многоквартирных домах Уфы и городов Республики Башкортостан горячей воды не было почти месяц. Любопытно было бы посмотреть теперь в платежке. Как там насчет статьи ГВС? Будет ли взиматься плата за эту услугу, которой на самом деле не было, или все-таки там будет стоять ноль? Не знаю. При этом та же самая Голованова элегантно умолчала о том, что дела в ЖКХ идут настолько хорошо, что стерилитомак «Водоканал», например, предприятие с существенным государственным имуществом, то есть, по сути, принадлежащее государству, так вот это предприятие вознамерилось и попыталось приобрести автомобиль для своего руководства, корейского производства автомобиль, по цене свыше 10 миллионов рублей. Представляете, как хорошо все идет в ЖКХ, что начальству можно покупать вот такие вот отличные тачки. Министра транспорта и дорожного строительства господина Клебанова мы с вами в последний раз на оперативных совещаниях видели аж 22 августа. С тех пор он не появлялся на этих мероприятиях. И в этот раз на оперативке за него отчитывалась исполняющая обязанности министра транспорта и дорожного строительства, Любовь Минакова. Собственно, Любовь Викторовна нам не сообщила ничего сверх того, что сообщал нам обычно Клебанов, а именно сводку дорожно-транспортных происшествий. Их у нас случилось за истекшую неделю 52, пострадало 63 человека и погибло 7. У нас все еще больше ДТП, чем в прошлом году за тот же период, и чуть меньше пострадавших и погибших. Вообще, с исчезновением Клебанова это какая-то загадка. Вот честное слово. Куда он делся? Уже, получается, больше трех недель. Мы его не видим и не увидели. Про дороги, ямочный ремонт, разметку мы не слышали вообще ничего с начала июня. У нас, в смысле, эта сфера вообще отсутствует, или там настолько все хорошо, что пора тачки по 10 миллионов раздавать чиновникам. Судя по докладам Министерства транспорта, вообще это министерство можно сокращать, сэкономить огромные деньги, ну, если оно только учитывает ДТП у нас. А господин Севастьянов, начальник ГИБДД, в принципе, может докладывать о количестве ДТП. Это запросто, да, и представьте, сколько можно сэкономить бюджетных денег. Кроме всего прочего, на самом-то деле, дела обстоят с ямочным ремонтом и разметкой, так как мы реально все это видим. А у господина Клебанова, как в том советском фильме, как говорится, не просто ус отклеился, а еще и разметка отклеилась. Вот посмотрите, пожалуйста, как выглядит разметка в Рженкинском районе на улице Чудинова. Она просто отколупалась, отклеилась. Вот та самая знаменитая, как они говорят, термопластиковая разметка, она просто от асфальта отошла и разлетелась по всей проезжей части. Полюбуйтесь на эти кадры. В традиционном докладе о ходе уборочных работ у господина Фазарахманова опять не было ничего оптимистического. Притормозились у него уборочные работы на прошлой неделе, видимо, дождики мешали. 60% площадей зерновых убрано, уже намолочено 2,5 миллиона тонн зерна, плюс, как он выразился, еще миллион тонн на полях. Ну, то есть, соберем мы в этом году примерно 3,5 в лучшем случае. Еще полотара миллиона тонн зерна залежались в Башкирии с прошлого года. Ну, как залежались? В основном под открытым небом. Тут, как говорится, спасибо Владимиру Путину за наше счастливое сельское хозяйство в том плане, что, обсуждая накануне с Эрдоганом зерновую сделку, Путин все равно ни к чему не пришел. Все равно мы стоим в этой коленно-локтевой позе, но зато уперлись рогами в землю. Как говорится, сгноим, но никому ничего не отдадим. И вот в итоге полтора миллиона тонн зерна у нас с прошлого года гниют в Башкортостане. Складов и складских мощностей и элеваторов катастрофически не хватает. Продавать зерно некуда. Судя по всему, будем опять складировать под открытым небом. Урожайность также у господина Фазарахманова топчется в районе 20 центнеров с гектара. И Ильшат Илдусович сообщил нам, что в сентябре он запустит оба сахарных завода и сахар все-таки будут производить. Начали уборку подсолнечника. Ну, слава богу. В целом по подсолнечнику и сахарной свекле у Фазарахманова прогноз положительный. Ну, повторюсь, зерна в этом году наберут едва ли 3,5 миллиона тонн, да и того нам не нужно. Вот прошлогоднего рекорда в 5 миллионов мы переварить не смогли. Так что лучше не собирать лишнего, не тратить дорогостоящее топливо, кстати говоря, которое все еще дорожает и дорожает. Хабиров, выслушав Фазарахманова, почему-то потребовал, чтобы пенсионеров начали возить с экскурсиями по сыроварням. Ну, видимо, дорогой Радифаритович не в курсе нынешних актуальных цен на нормальный сыр, который все еще попадается в магазинах, но стоит примерно 3,5-4 тысячи рублей за килограмм, потому действительно, наверное, уже пора пенсионеров возить по сыроварням, и показывать им хотя бы, как выглядит сыр, если уж они не могут позволить себе его приобрести для того, чтобы его есть. Далее случился, пожалуй, самый главный доклад, ну, по крайней мере, самый важный по смыслу и содержанию. Доклад о готовности к отопительному сезону 2023-2024. Естественно, этот доклад поручили министру жилищно-коммунального хозяйства госпожи Головановой. В самом начале Ирина Александровна строго заявила, залогом успешного прохождения отопительного периода является надлежащая подготовка к нему. Конец цитаты. Ну, тут не добавить, не убавить. Действительно. Давайте вот эту грандиозную фразу запомним, и зимой, видимо, нам придется ее довольно часто вспоминать. Среднюю готовность к отопительному сезону госпожа Голованова определила как 94-процентную. Правда, она не уточнила, в чем она измеряет эту готовность. Хуже всего к отопительному сезону готовы Белокатайский район, город Сибай, Нефтекамск, город Октябрьский, город Кумертау. При этом на подготовку госпожа Голованова истратила уже 8,3 миллиарда рублей. Колоссальные деньги. И этих денег на 30% больше, чем в прошлом году. 25% многоквартирных домов в Башкирии уже получили паспорт готовности к отопительному сезону. 53% многоквартирных домов находятся в процессе оформления этого паспорта. А вот 22%, а это примерно 3000 многоквартирных домов, так и не начинали этот паспорт готовить. Ну, вот такая вот 94% готовность. К 10 сентября мадам Голованова планирует заполнение системы отопления очищенной водой. К 15 сентября она планирует оформить все 100% паспортов готовности. Но оформить бумажку дело недолго. КБ вот работало это все еще исправно. Хабиров выслушал вот этот мажорный доклад госпожи Головановой и как-то так невнятно промямлил, что задача-то это, как он выразился, важнейшая. Судя по всему, вот теперь от себя добавлю, зима 2023-2024 года предстоит нам суровая и тревожная. Износ систем ЖКХ по стране приближается к критическому и Республика Башкортостан здесь никак не исключение. Так что я бы советовал запасаться электрическими обогревателями, автономными источниками питания и освещения, потому что однозначно прогнозируется возрастание количества коммунальных аварий, причем серьезных коммунальных аварий, не просто на 8 часов, а больших коммунальных аварий целыми районами и надолго. Это прогноз здравомыслящих специалистов, каковым, судя по всему, не относится министр ЖКХ Республики Башкортостан госпожа Голованова. Далее был легкий и смешной доклад министра по туризму и малому предпринимательству господина Авзалова. Смешной и на самом деле бесполезный человек в правительстве рассказал нам о том, что в Республике Башкортостан уже аж 126 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Это на 4% больше, чем в прошлом году. То есть каждый 30-й житель Республики Башкортостан это малый или средний предприниматель. Включая женщин, детей, стариков Урала Кельсинбаева и всех-всех-всех. Каждый 30-й вынь да положь. 517 тысяч человек заняты в малом и среднем предпринимательстве. То есть это включая видимо нанятых работников. То есть каждый 8-й. По крайней мере так утверждает господин Авзалов. То ли смеяться, то ли плакать. Естественно конечно же был продемонстрирован прекрасный ролик с музычкой, где улыбчивые коучи объясняют молодым предпринимателям аспекты бизнеса. Светлые банкетные залы заполнены желающими стать предпринимателями девушками. И все с уверенностью смотрят в будущее и получают кредиты под 6%. Вот такой ролик нам показал господин Авзалов. Кстати говоря, на всю эту показную красоту Рустем Ахмедхаримович истратил 1 миллиард 800 миллионов рублей. На самом деле финансирование это у него вполне себе такое не детское. Он нам сообщил, что кроме всего прочего у нас в Башкирии еще есть 158 тысяч самозанятых. Ну то есть 8% работающих. Суммарный доход этих самозанятых за 7 месяцев составил аж 9 миллиардов рублей. Сообщил нам господин Авзалов. И вот тут мы берем в руки калькулятор и считаем средний доход вот этих самых счастливых самозанятых. Ну делим 9 миллиардов на 158 тысяч. И получаем знаете какой доход? 8 142 рубля в месяц. Вот это доход тех самых самозанятых. Ну слава Богу Хабиров калькулятор в руки не брал и цифры Авзалова никак не проверял. Потому сидел и блаженно улыбался. По словам Рустема Ахмедкаримовича налоги малые и средние предприниматели за 7 месяцев заплатили аж на сумму 11 миллиардов рублей. Ну то есть каждый из этих малых и средних предпринимателей платил государству 12 с половиной тысяч рублей в месяц. Ну что тоже довольно сомнительно. И тут совсем уже смешно дальше. А вот рабочих мест было создано 398. Вы представляете, да, на 4-х миллионную республику. Ну и дальше уже, как говорится, Остапа несло. Ахмедкаримович порол чушь, чушь тихонечко повизгивала. Я имею в виду его рассказы о том, что он ожидает 60 миллиардов рублей инвестиций в сфере малого и среднего предпринимательства. Завершая завершая свой доклад, господин Авзалов вернулся к основной своей деятельности, сообщил о том, что бизнес сабантуи, слеты бизнес-шерифов и прочие инвест-часы проходят бесперебойно и, как говорится, практически без остановочного республики Башкортостан. А основной своей задачей он видит увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства по региону до 130 тысяч. Вот такие грандиозные планы. У господина Авзалова Хабиров, немного смущаясь той действительно совершенно безумной ереси, которую наговорил Авзалов, потребовал участия в судьбе малого и среднего предпринимательства глав районов и городов. Судя по всему, Ради Фаритович не особенно рассчитывает на то, что господин Авзалов реально хоть как-то будет поддерживать и развивать малое и среднее предпринимательство. А вот завершилась оперативка странно. Вот по-другому не скажешь. Опять и снова и во второй раз за две оперативки на арену цирка был выпущен Мавлиев с докладом об энергосервисном контракте. Я, честно говоря, испугался, я подумал, что может у меня там что-то переключилось, и я опять смотрю оперативку прошлой недели. Нет. Похоже, приперло их вот прямо сильно-сильно. На каждом совещании нужно обязательно докладывать об энергосервисном контракте, причем доклад Мавлиева был под копирку прошлой недельной. Есть ощущение, что им нужно постоянно подтверждать, что все идет правильно. Есть какие-то существенные сомнения в этом энергосервисном контракте, если каждую неделю мэр города рассказывает нам одно и то же, а Мавлиев действительно рассказывает нам одно и то же. Опять про пробный проект в Деме, где заменили 3,5 тысячи светильников, и экономия, по словам Мавлиева, составила 70%. Давайте сразу же расшифровывать вот этот лепет юного мэра. Экономия электроэнергии составила 70%, а это действительно всегда происходит так, когда вы меняете лампочку накаливания на лампочку с светодиодами. Там на коробочке написано 70% экономии. Далее Мавлиев нам снова рассказывает, что БАУ, Башинформсвязь, заключает с ним контракт в феврале 23-го года на замену 44 тысяч светильников. Уже 44, а не 47 тысяч. Все за счет инвестора. Потом передается в собственность Уфы. Срок 6 лет. Бюджет в течение этого срока значительно сократит затраты на обслуживание городского освещения. Это все нам рассказывает Мавлиев снова. Гарантия на светильнике 8 лет. Теперь мы вот это узнали. 6 лет контракт. То есть 2 года будет гарантия после контракта. Экономия по электричеству, когда он заговорил о ней повторно, уже составила 60%. Но в любом случае экономия на светодиодах действительно 60-70%. И это составит 100 миллионов рублей в год на электричестве. Верим. На 2 сентября Мавлиев уже смонтировал 14 тысяч новых светильников из 44 тысяч запланированных. Завершить контракт Мавлиев планирует к концу года. Все это мы уже слышали на прошлой оперативке. Ни слова о том, сколько денег и в каком порядке УФА заплатит за эти 6 лет ПАО Башинформсвязь. Ни слова не сказал Мавлиев. Мы не можем объективно оценить ни целесообразность, ни выгодность этого контракта. А он нам бубнит про то, что светодиодные лампочки на 70% экономичнее лампочки Ильича. Я предполагаю, например, что взять кредит просто и купить, смонтировать эти светильники было бы проще и дешевле. И гарантия на них была такая же 8 лет от производителя. Но все это лишь предположение. Мы не видим цифр, сколько и когда мы будем платить за вот это все великолепие. Об этом Мавлиев молчит как пленный партизан. Бубнит только про экономию от светодиодных лампочек. Ну, как говорится, здесь следствие уже покажет. А сейчас следствие должно точно зафиксировать тот факт, что с 1 апреля текущего года по 16 августа текущего года поставщиками и субпотрядчиками по этому контракту вероятнее всего устанавливались, монтировались светильники, не входившие в госреестр отечественной продукции, что категорически воспрещается российским законодательством. Вот этот факт нужно фиксировать. Если надо, следственному комитету или кто там этим будет заниматься, я вышлю документы с фиксацией вот этих вот вещей в госреестре отечественных производителей. Там исправить Мавлиеву ничего не получится. Ну, а вот анализ финансовой схемы этого контракта у нас, видимо, все еще впереди. Несмотря на смехотворность вот этого повторного доклада, Хабиров выслушал в очередной раз это все, вот этот набор оптимистических заверений Мавлиева, и в очередной раз повелел обуть по той же самой схеме все доступные муниципалитеты. Ну, как говорится, тут Ради Фаридович или действительно проникся вот этим энергосеверистным контрактом, или он уже в доле. Ответственный за окучивание муниципалитетов Морзаев сообщил, что, в ответ вот на эту реплику Хабирова, что 42 муниципалитета уже отказались быть ограбленными по схеме энергосеверистного контракта. Ну, согласитесь, возмутительно, не слушаются муниципалитеты даже Морзаева. Ну, похоже, что хотя бы Морзаев в теме, но не в доле. Морзаев Субтитры подогнал «Симон»